Привет! На предыдущее мое сообщение о том, что нужно завершать презентацию так, как будто ты закрываешь дверцу автомобиля, клац и закончил. Ни одна девушка, Наташа, написала, что так-то оно конечно. А вот у людей могут быть вопросы, а мы возьмем классную дверь и уйдем. Не поймут. Я знаю, что многие так думают. И вот здесь есть такой секрет. Понимаете, какое дело? Почему-то так жизнь устроена. Еще, наверное, никто не разгадал этого секрета. Почему-то так. Все устроено. Не буду вдаваться в подробности. Скажу просто. Существуют мероприятия и разные, и каждый имеет свой формат. Есть такие встречи с людьми, которые предполагают ответы на вопросы. Например, называется такая форма обучения, как семинар. Можно задать вопрос, получить ответ. Презентация не предполагает этого. Не я это придумал, но это именно так. Сколько раз я бывал в положении человека, который выступал перед аудиторией, желая рассказать людям какую-то хорошую информацию, полезную для их жизни, которая могла бы им помочь, а натыкался на такие неприятности. Обязательно часто, ну не обязательно, но часто попадалась в аудитории личность, которая задавала вопросы. Эта личность пришла сюда не для того, чтобы получить ответы на вопросы и принять нужное решение, а для того, чтобы покрасоваться, для того, чтобы повипендриваться, для того, чтобы смутить выступающего, для того, чтобы показать себя, для того, чтобы... Потому что это такой человек, потому что он предназначен для того, чтобы безобразничать, гадить. Если в чате он сидит, то он будет материться, писать всякие нехорошие слова. Он нужен нам зачем-то. Я не знаю почему. Почему есть черное, есть белое, есть холодное, есть горячее, почему есть добро, есть зло. Всегда появляется человек, который будет тебе мешать. И он будет это делать под видом якобы интереса. Он не слушает то, что ты говоришь, он ждет, не дождется, когда вставит свои три копейки и смутит тебя. Ты... Я рассказываю что-то на презентации. Он встает, говорит, а это правда, что вас судили за мошенничество в прошлом году? Или... И ты начинаешь оправдываться, ты начинаешь объясняться, что это за бред, за глупость. А остальные сидят, оглядываются и не понимают, о чем идет речь вообще, собственно говоря. И стоит ли слушать этого выступальщика? Или он говорит, а вот то, что вы рассказываете, ваш продукт, ведь он химически ядовитый. Вот я вот, я знаю, я читал, я слышал. Если ты будешь отвечать на эти вопросы, кирдык. Все, конец. Конец тебе. Презентация это представление бизнеса или представление продукта. Что бы ты ни представлял, Стив Джобс, когда представляет айпад, он никому не позволяет задавать себе вопросы. Все сидят, как мышки, не вякают, слушают, ловят каждое слово и делают выводы после его презентации. И когда он закончил, он встал и ушел. Он не пришел сюда отвечать на всякие дурацкие вопросы. Ленин еще говорил, что один дурак может столько вопросов задавать, что сто умников не ответят. Поэтому я потом научился. Я прочитал у большого Элла в книжках много раз, что на вопросы отвечать на презентации нельзя. Но и пропускать их, игнорировать нельзя. Есть такой способ. Я говорю, что вы хотите? Он говорит, у меня вопрос. Я знаю, что может быть вопрос хороший. Как правило, задают вот такие вопросы. Вот такие вопросы. Люди, которые задают вопросы, как правило, публично, они задают их еще раз повторяю. Не для того, чтобы разобраться. А для того, чтобы тебя опустить. Покрасоваться и уйти с гордой поднятой головой с осознанием того, что он сделал свое дело. Сделал гадость. Или маленькие вопросы, которые не имеют никакого существенного значения для принятия решения. Поэтому я уже понял, я научился, что отвечать на вопросы нельзя. Это не полезно тем, кто сидит слушает. Это вредно для моих слушателей. Поэтому ради них я игнорирую эти вопросы какого-то человека. Но делаю это с умом. Я говорю, у вас вопрос какой-то. Очень хорошо. Это очень здорово. Запишите его сейчас на листочке, чтобы не тратить время. И не задерживать всех остальных. А то я собьюсь и буду долго вам отвечать на все вопросы. Я сейчас закончу и постараюсь сказать так, чтобы все ответы на эти вопросы были уже заранее там заложены. А если нет, вы подойдете ко мне по окончании, и я вам все отвечу. Это вызывает страшно неприятные ощущения у этого человека. Но деваться ему некуда. Он затыкается и сидит. Если он еще раз это делает, то тогда я его опять ставлю таким же вежливым образом на место. И аудитория на моей стороне. Потому что я забочусь о ней. Я говорю, давайте пожалеем время сидящих здесь людей. И человек затыкается. А было столько раз, когда меня мочили. Встает какой-то умник и начинает выпендриваться. А потом, когда я говорю, когда закончится, подойдете, я вам отвечу. А что вы не хотите принародно отвечать? Я говорю, я же не могу всех держать. До свидания. Все. Разговор закончен. То же самое происходит в интернете. Обязательно найдется скотина, другого слова я не найду, которая напишет матерное слово. Или скажет, это что, с удивлением, это что, пирамида? Поэтому чат надо выключать. Пошел вон. Я работаю для людей, которые пришли что-то узнать полезно, изменить свою жизнь. Формат презентации не включает в себя время для ответов на вопросы. Вопросов быть не может. Поэтому, я-то говорил о другом, когда рассказывал о том, как надо заканчивать свою речь. Речь свою надо заканчивать решительно, быстро, не допуская, чтобы снова и снова, снова и снова, снова и снова, и еще вот это, еще вот это, еще вот это. И вдогонку уже последнему уходящему, который остался самый терпеливый, остальные уже давно убежали, ты ему еще, еще, еще. Вот чего я говорил. Ну а раз уж возник вопрос, что не надо отвечать, то это тоже очень важная тема. На вопросы, на презентации не отвечают публично. А если отвечают, то только в кулуарах. Желаю вам удачи. Думайте над этим.